МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. Состояние четверых пациентов Ненинской окружной больницы с диагнозом ковид-19 оценивается как крайне тяжелое. В ход идут аппараты ИВЛ и кислородная терапия. Всего в стационаре получают лечение 17 пациентов. Строительство детского сада в селе Несь, школы сада в поселке Нельминос, общеобразовательные школы в поселке Искатели и Двух Ясли в Нарьинмаре обсудили депутаты регионального парламента. Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи возглавил председатель молодежной палаты при собрании депутатов Ненинского округа. И в начале выпуск об эпидемиологической ситуации в Ненинском округе. За последние сутки в результате лабораторных исследований подтверждены пять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В числе заболевших – жители города Нарьинмары и поселка Искателей. По данным на 17 ноября на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 111 пациентов, в том числе 15 из них – бессимптомные носители. 17 заболевших с наиболее тяжелыми формами инфекции получают лечение в стационаре Ненинской окружной больницы. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние четверых стационарных больных оценивается как крайне тяжелое, а шестерым назначена кислородная терапия. Еще 94 пациента с диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение амбулаторно. Теперь бесплатно. Ненинскому округу из федерального бюджета на бесплатные лекарства амбулаторным больным выделен 1 миллион 700 тысяч рублей. Более 100 рецептов льготных на сегодняшний день уже обслужено, и люди получили лекарства. Текущую эпидемиологическую ситуацию и меры, принимаемые в ходе лечения больных коронавирусом, обсудили на оперативном совещании главы региона. Речь также шла и о поставках наиболее эффективных лекарств для лечения COVID-19 в стационар Ненинской окружной больницы. Об этом ранее из красной зоны говорили губернатору сами медики. Встреча в режиме видеоконференц-связи состоялась в минувшие выходные. В ходе нашего общения с врачами, медиками, они поставили несколько проблемных вопросов. Ну, в частности, речь шла о препарате, который позволяет быстрее вылечивать больных ковидом. Он называется барицетиниб. Достаточно востребованный сейчас, он дефицитный. Он выходил на связь с министерством и обещали помочь. В самое ближайшее время нам дадут этот препарат. Поэтому вам поручаю отработать технические вопросы получения этого препарата. Его нужно срочно передать в окружную больницу. Еще один немаловажный факт, отмеченный губернатором, это защита самих медицинских работников, работающих с инфицированными. И здесь очень важно обеспечить врачей и средний медицинский персонал качественными защитными костюмами. Чтобы они были качественные и удобные для врачей. Напомню, в Ненинском округе действует режим повышенной готовности. Ограничительные меры действуют в отношении предприятий общественного питания, которые закрыты для посещения с 23 часов до 6 утра. А также касаются организации свадебных церемоний в ЗАГСе, на которых могут присутствовать только молодожены и регистратор. В общественных местах и на транспорте необходимо соблюдать масочный режим. Прибывающие в округ должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, либо пройти курс двухнедельной самоизоляции. С начала пандемии в регионе проведено более 12 тысяч ПЦР-исследований. За прошедшие сутки 289. Более того, чтобы увеличить количество ПЦР-тестирований, в Ненинскую окружную больницу закупят новое оборудование. Федеральные средства выделены, сейчас отрабатываем по приобретению оборудования. Самый сложный был вопрос – это в помещении. Есть два предложения, в принципе, они оба приемлемы. С Роспотребнадзором согласованы. Сейчас будем запускать, чтобы на базе наших медицинских организаций дополнительно проводить ПЦР-диагностику. ПЦР-исследование планируется делать в две смены. За сутки к сегодняшним цифрам добавится еще порядка 200 тестов. Стоимость теста для тех, кто решит сделать его самостоятельно, не будет превышать полутора тысяч рублей. Запустить новую лабораторию профильный департамент планируют в конце ноября. Мы с вами просто обязаны сейчас нарастить количество ПЦР-тестов. И сделать это, не пытаясь вытащить у людей деньги. Надо дать возможность людям проходить это ПЦР-тестирование. Если контактное, то бесплатно. А если кто-то просто перемещается и делает это на коммерческой основе, значит, цена должна быть минимальная, доступная. Поэтому в максимально короткие сроки разворачивайте лабораторию ПЦР-диагностики и увеличивайте количество тестов. Что касается работы образовательных организаций, то большинство из них продолжают обучение в вочном режиме. На карантине из-за превышения питпорога по сезонным заболеваниям ОРВИ находятся воспитанники двух групп в городском детском саду «Солнышко». Также на карантин закрыты два сельских детсада в поселках Харивер и Красное. По ковиду у нас закрыта одна группа в СПО, Ненецкое профессиональное училище, но там из-за контакта. То есть там тоже не вспышка, а просто контакт, поэтому закрыты на самоизоляции. На сегодняшний день на учете в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу состоит 689 человек. Они находятся на самоизоляции дома. В Ненецком округе по поручению главы региона заработала «Горячая линия». По телефонам «Горячей линии» можно получить любую консультацию по вопросам, касающихся новой коронавирусной инфекции. Колл-центр работает круглосуточно. За первую неделю работы «Горячей линии» с 12 по 16 ноября поступило 54 обращения от жителей округа. В основном вопросы касались проведения ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию, правил самоизоляции и оформления больничных листов, а также задержек по оказанию медицинской помощи и лекарственном обеспечении в аптечных учреждениях. Специалисты колл-центра также могут проинформировать население о распространении новой коронавирусной инфекции в регионе и необходимых мерах безопасности. Телефон «Единой горячей линии» вы сейчас видите на своих экранах. Звонок бесплатный как со стационарных телефонов, так и с мобильных. Более 745 миллионов рублей из бюджета 2021 года будут направлены на строительство детского сада в НИСИ, школы-сада в Нельминоси, общеобразовательные школы в поселке Искатели и двух ясли-садов на Ригенмаре. В собрании депутатов обсудили строительство социальных объектов в 2021 году. Расходы на эти цели предусмотрены в рамках государственных программ по развитию образования и культуры, физической культуры и спорта, реализации государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения, социальной поддержки граждан, формированию современной городской среды. 147 миллионов будет направлено на приобретение жилья для сирот, 25 миллионов – на завершение строительства четырех домов на Варнаке. Предусмотрены средства в размере 600 миллионов где-то на приобретение, вернее, для того, чтобы закрыть контракты, которые у нас уже имеют место быть. Будут закрыты эти все контракты, там должно быть практически 829 квартир. И предусмотрены также средства с фонда реформирования ЖКХ на следующий год в размере 390 миллионов. Это новое строительство в том числе. Предусмотрены средства не в большом, конечно, размере на снос аварийного жилья. Большой объем финансирования в бюджете 2021 года предусмотрен на строительство социальных объектов. Например, запланировано строительство школы в поселке Нельминос. Планируется завершить строительство яслей в селе Несь. Предусмотрено строительство двух яслей-садов в городе Наринмаре, а также проектно-сметная документация для строительства детского сада в Харивере. Мы в Харивере уже не один год говорим о том, что необходимо начать строительство, но необходимо ПСД. Поэтому на следующий год предусмотрены суммы на ПСД. Большой объем заложен на строительство школы в Искателях. Это практически на 3 года миллиард 900. 25% из них составляет средства федерального бюджета. Также в Искателях на следующий год у нас заложены средства на ПСД, на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, а также ДК. Речное заседание также шло о субсидиях на перевозки различными видами транспорта, в том числе и муниципальным транспортом. Хочу отметить, что у нас с 2014 года существует такая поддержка для жителей до 25 лет и старше 50 лет, которая оплачивает стоимость проезда с населенных пунктов до города и обратно в размере 50%. Также предоставляются субсидии этим департаментам для того, чтобы обеспечить осенне-зимний период. Мы живем в условиях Крайнего Севера, это крайне необходимо. По итогам обсуждения комиссия рекомендовала профильным ведомствам предусмотреть бюджетное сигнование на 2022 и 2023 годы, на строительство детского сада в Харивере, взять на особый контроль строительство школы в поселке Искателей. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». В последующие три года в школах Неницкого округа появятся новые образовательные центры «Точка роста». Подтверждение федерального финансирования на их создание пришло на днях из Москвы. В рамках национального проекта образования в сентябре этого года по всей России открылись почти 3000 центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» Минпросвещения России. Из них три в первой, третьей и пятой общеобразовательных школах города Нарьинмара. В них школьники на самом современном оборудовании изучают предметы технологии, информатика, основы безопасности жизнедеятельности, а также занимаются в различных кружках. Точки роста, созданные на базе школы, оснащены современными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами, манекенами, квадрокоптерами, а также оборудованием для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи. Центры дадут учащимся возможность создавать свои проекты и готовиться к региональным и федеральным конкурсам, форумам и слетам. После уроков школьники смогут посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Одну из точек роста в этом учебном году открыли в Ненецком округе и на базе сельской школы в поселке Индиго. Планируется, что с 2021 по 2023 годы современные образовательные центры появятся и в других сельских образовательных учреждениях. Об этом на оперативном совещании губернатора с руководителями органов власти доложила главе региона заместитель Наталья Сидорова. Для нас это очень важно, потому что мы в городе открыли несколько точек роста. Появились в колледже новые мастерские современные. На прошлой неделе мы открыли кванториум. Ну, совершенно очевидно, что есть некий перекос. Для ребят, которые живут в городе, сейчас созданы все возможности для такого гармоничного развития. А за последнее время, ну, такое яркое событие, это только открытие школы в Индии. Поэтому давайте посмотрим, и те школы, которые сегодня, ну, остро нуждаются в создании таких точек роста, сельские школы, давайте их подтянем. Ребята в сельских школах не должны чувствовать себя в чем-то обделенными. Главной задачей образовательных центров «Точка роста» является обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам вне зависимости от места их проживания, а также развития школ в малых городах и сельской местности. Они направлены на создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение учащимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также обнуления содержания и совершенствования методов преподавания. Наградили достойных. Глава региона Юрий Бездудный и вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов встретились с сотрудниками регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Они ознакомились с работой центра и наградили достойных. Для начала импровизированная экскурсия по центру он начал свою деятельность в 2007 году. С момента образования учреждения ведет работу по следующим направлениям. Добровольчество, здоровый образ жизни, поддержка талантливой молодежи, работа с детскими и молодежными объединениями, развитие молодежного самоуправления и развитие молодежного предпринимательства. Во многом работа сейчас молодежного центра, она сконцентрирована на добровольчестве и волонтерстве. Такой вызов времени, то есть вы действуете ситуативно, когда нужна помощь ваша, вы мобилизуете добровольцам и волонтерам. Губернатор интересуется, как часто и охотно жители региона включаются в различные добровольческие акции. С сентября, со второй волны их стало больше, то есть не только студенты, а и уже работающие люди с различных организаций, там департаментов начали подключаться к заявкам нашим, к отработке заявок. По словам сотрудников центра, очень много поступают просьб о помощи купить продукты, лекарства, выгулить собаку. Очень много заявок по лекарствам именно, по разводу лекарств. Все заявки, касающиеся доставки лекарственных препаратов, обрабатываются в тот же день, заверили сотрудники центра главу региона. И перед тем, как перейти к торжественным процедурам, Юрий Бездудный уже по традиции оставил свой автограф и пожелания на баннере молодежного центра. Да, вот прям, на белом. Прямо вот здесь? Да, здесь. А далее в актовом зале в связи с 13-летним молодежного центра глава региона Юрий Бездудный и вице-председатель собрания депутатов Максим Арбузов поздравили сотрудников и вручили заслуженные благодарственные письма. Спасибо вам большое за это. Вот, равно так, как врачи сегодня помогают выживать людям, которые заболели ковидом, выхаживают их, лечат их. Вот, ровно так же вы помогаете тем людям, которые не болеют, но находятся на самоизоляции. Продолжайте заниматься этой работой. Она очень благородная работа, помощь этим людям. Спасибо вам большое за это. И показывать пример всем остальным, все остальные наши молодежи, потому что они все-таки смотрят на вас. То, что вы приходите к ним, учите, рассказываете, помогаете выигрывать каранты, зовете в молодежскую деятельность. Они берут с вас пример. Я хочу вам пожелать, чтобы вы сами собой были довольны и гордились своей работой. Благодарственные письма от губернатора и собрания депутатов Ненецкого округа гости вручили сотрудникам молодежного центра. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Во всех объектах с массовым пребыванием детей должны провести внутренние проверки пожарной безопасности. Такое распоряжение дал глава региона Юрий Бездудный в ходе еженедельного оперативного совещания. Поводом послужил инцидент, который произошел в минувшую субботу в детской игровой комнате, расположенной в здании бывшего магазина «Пижон». Причем там в этот момент находились дети. Предварительная причина – замыкание электропроводки. К счастью, обошлось без пострадавших. Наталья Николаевна, происшествие произошло в детской игровой. Все службы оперативно отработали. Но есть серьезная тревога, связанная с тем, что это может быть не единичный случай. И особенно тревожит ситуация по социальным объектам. Я понимаю, что в условиях ковидных ограничений мы не можем сейчас провести жесткие проверки по всем социальным объектам пожнодзора. Но мне бы хотелось у вас спросить, какие у нас есть возможности, чтобы внутри, без привлечения пожнодзора, провести эти проверки в социальных объектах, а также на тех объектах, где пребывают у нас дети. Таким образом, в адрес государственных и коммерческих организаций будут направлены обращения о необходимости проведения дополнительных обследований состояния электропроводки, проверок первичных средств пожарной безопасности, которые должны присутствовать на каждом таком объекте. Губернатор Ненецкого округа распорядился подготовить соответствующее обращение в ближайшее время, направить адресатам и доложить об итогах. Мы вступаем с вами в такой пожароопасный период. С наступлением морозов у нас всегда возрастает количество пожаров. Это объективно, потому что у многих проводки находятся в таком состоянии, допотопном, что как только включаются дополнительные электронагревательные приборы, они дают о себе знать таким образом. Также Юрий Бездудный напомнил чиновникам о том, что пандемия коронавируса не повод отменять личные приемы граждан, тем более, что проводить их можно в онлайн-режиме. Но без личного общения, без личного приема многие вещи просто до нас не доходят. Поэтому сам веду личный прием и вам всем поручаю вести личный прием. Андрей Александрович, поручаю отработать графики личного приема. Михаил Анатольевич, департамент цифры, прошу при необходимости обеспечить техническую поддержку. Вот сегодня провел личный прием, нет проблем. Все, мы не нарушаем никаких мер безопасности, никаких рекомендаций Роспотребнадзора, мы не нарушаем. Проводим в онлайн, но общаться с людьми нужно и решать их проблему нужно. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.